Дорогие друзья, я искренне рад разделить это чудесное общение с вами и молился, чтобы Господь использовал это время для нашего возрастания веры, для нашего укрепления. И вот хотелось бы мне сегодня, чтобы у нас был более такой правильный взгляд на основную философию нашей жизни, на наше мировоззрение. Знаете, я бы сегодня хотел говорить о благодарном, довольном сердце. Я бы сегодня хотел говорить о том, как важно, когда человек благодарен. Потому что благодарные люди – это довольные люди. И у этих людей всегда позитивный, правильный образ мышления. Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем. Дорогие друзья, ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным. Это не только величайшая добродетель, но и мать других добродетелей. И как писали великие люди, древний грек Эзоп писал, благодарность – это признак благородства души. Томас Фуллер писал, благодарность – самое малое из добродетелей, тогда как неблагодарность – самый худший из пороков. «Благодарность забывчивый всего», – писал Шиллер. «И благодарность приятно вовремя», – говорил Минандер. Друзья, бывают услуги настолько бесценные, что отплатить за них можно только благодарность. «Благодарность присуща зрелому характеру». И родители понимают, что дети, они всегда эгоистичны, они всегда неблагодарны. И не только дети, и отроки, и подростки. Благодарность – это признак зрелого характера. Вы знаете, благодарность – это его основная черта. Что еще? Где вера, там всегда есть благодарность. Лука 17 глава, с 11 по 19 отрывок. Вы помните эту историю с 10 прокаженными. Вроде бы исцелились все 10, а поблагодарить вернулся один. И получается, что 9 исцелились только внешне, а один исцелился и внешне, и внутренне. Где вера, там всегда благодарность. Что еще? Благодарность – это поклонение Богу. И как писал Павел в послании к Клину в первой главе, что эти люди, которые, познав Бога, не возблагодарили Его как Бога. В результате Бог их предал. И превратному уму, и так далее, так далее, так далее. Неблагодарные люди измеряют свою жизнь тем, чего бы они хотели, а не тем, что Бог им дал. Они измеряют свою жизнь тем, чего у них нет, а не тем, что у них есть. Они измеряют свою жизнь иллюзией и неблагодарят. И у меня есть такой девиз. Если ты не имеешь то, чего хочешь, научись хотеть то, что имеешь. Повторяю. Если ты не имеешь то, чего хочешь, но научись хотеть то, что ты имеешь. С этого все и начинается. 1 Тимофею 6 глава 6 стих. Великое приобретение. Ни дома, ни дачи. Нехорошее образование. Быть благочестивым и довольным. Благочестие без довольства – не истинное благочестие. И вообще, недовольное благочестие не бывает. Это взаимосвязанные вещи. Одного не бывает без второго. И ты никогда не будешь довольный, если ты неблагочестивый. Не бывает довольный человек, живущий во грехе. И не бывает святой недовольный. Благочестие и довольство. И Павел учился быть довольным. И он всегда об этом писал. Он писал филиппинцам 4.11. Я научился быть довольным. Быть довольным тем, что у меня есть сытость – слава Богу. Голод – слава Богу. Дом – слава Богу. Нету дома тюрьма – слава Богу. Он научился быть доволен. Это искусство в нашей жизни. Научиться быть довольным, благодарным. Мы сегодня будем говорить на эту тему. Потому что благодарность – это заповедь. 1 Фессалоникийцам 5.18. За все благодарите. За все благодарите. И во всех посланиях Павел учит – благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа Иисуса Христа. Довольные люди этим и занимаются. У недовольных людей проблема благодарить. Они это делают очень и очень редко. Благодарные люди – это довольные люди. Это люди, имеющие позитивный взгляд на жизнь и на окружающие их обстоятельства. Это оптимисты, у которых девиз «Сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня». Почему я уверен в том, что у меня будет завтра лучше, чем сегодня? Друзья, я не знаю, что со мной будет завтра, но я знаю, кто со мной будет завтра. А со мною завтра будет всемогущий Бог. Поэтому я спокоен. Для меня не важно, что будет. Для меня важно, кто будет со мной. А недовольные люди – это неблагодарные люди. Это люди с негативным взглядом на жизнь, на обстоятельства. Это люди-пессимисты, у которых девиз «Все хорошее уже прошло». Лучше больше ничего не будет. Жалкие несчастные люди. Давайте мы попытаемся сегодня с помощью Слова Божьего и силой Святого Духа разрушить это недовольство, это неблагодарность, это негативный дух. Дух. Знаете, друзья, а вот позитивный дух и довольство, оно исходит сверху от Отца. А негативный дух, недовольство – это дух снизу, оттудова, из подземелья. Мы откроем местописание, четвертую книгу царств, шестую главу. Прочитаем отрывочек с 24 стиха. «После того собрал винодав царь сирийский все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 циклей серебра, а четвертая часть скаба голубиного помета по 5 циклей серебра». Итак, трудная ситуация. Идет война, город окружен. Вы знаете, осада всегда была таким действенным способом ведения войны. Если подходила армия и видела надежно защищенный город, если видели высокие стены и понимали, что будут большие жертвы, делали просто. Окружали город, запасались с собой провизией, продовольствием и сидели ждали. В город перестали поступать продовольствия, продукты. В городе кончалось то, что было, и в конце концов город просто сдавался без боя на милость победителя. Такая же была ситуация. В городе даже голова осла стоила большие деньги. И вот однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, «Помоги, господин мой царь». Знаете, так люди устроены в трудные моменты обращаться к другим людям, которые побольше, побогаче, поавторитетнее, занимающие высокое положение. Это свойственно нам людям. Но бывают ситуации, когда даже великие люди бессильны. И вот тут, 27 стих, «И сказал ей царь, если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе?» То есть бывают в жизни ситуации, когда даже великие люди понимают, что они бессильны. Если не Бог, никто тебе не поможет. И тем не менее, он говорит, «Ну, расскажи твою проблему». И сказал ей царь, «Что тебе?» И сказала она, «Вот эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня. А сына моего съедим завтра». И сварили мы моего сына, и съели его. И сказала ей на другой день, «Ну, отдавай же твоего сына, и съедим его». Но она спрятала своего сына. Ой, какой нехороший поступок. Друзья, вы себе можете такую ситуацию представить? Такой голод, что матери едят своих детей. Я однажды в своей жизни испытал голод. Это был момент, когда в Таджикистане была гражданская война, 2005-2006 год. Я весил 36-38 килограмм. Я знаю, что такое голод. Я знаю цену хлеба. Я видел, как люди за куска хлеба придавали все свои идеалы. Голод людей превращает в животных, у которых инстинкт один – выжить. Я это видел. И я понимаю эту ситуацию. Царь, услышав это, разодрал свои одежды. До чего мы дошли? До чего дошло мое государство, когда матери едят своих детей? И знаете, всегда охота найти крайнего, виноватого, на ком выместить зло. И тут царю подсказывают. А главный-то виновник – Елисей. Почему Елисей? Потому что до этого была другая история. Что когда это же войско окружало Елисея, он помолился, и войско ослепло. И когда хотели это слепое войско уничтожить, Елисей сказал, нет, отставьте их. И царь подумал, если бы мы тогда их уничтожили, сейчас бы этого не было. Виноват Елисей. И все идут к Елисею. Седьмая глава. Что говорит Елисей? И сказал Елисей первый стих, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь. Завтра, в это время, мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. Друзья, поверить в это заявление, я думаю, нужна огромная вера. Сегодня голод, матери едят детей, а слинная голова стоит большие деньги. И тут заявление, что завтра? В это же время, буквально за сутки, мешок муки будет стоить один. Сегодня голова осла 80, а завтра мешок муки будет стоить один. И вот тут сановник, на руку которого опирался царь, наверное, это был министр финансов. Он сказал человеку Божию такую фразу, если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда, может ли это быть? Елисей, ну как тебе не стыдно, ты же Божий человек. Ради того, чтобы сохранить свою жизнь на один день, ты придумал такую сказку. Да у нас во времена экономического подъема так дешево мука не стоила. А ты заявляешь завтра, да даже если Бог захочет это, невозможно. И отвечал ему Елисей, вот ты увидишь глазами своими, но есть этого не будешь. Аминь. Итак, давайте мы поразмышляем над этой интересной историей, друзья. Знаете, вот здесь мы видим двух человек. Внешне они оба одинаковы. В обоих две руки, два глаза, две ноги. Внешне вроде бы обои верят в Бога. Но внутри они совершенно разные. Мы видим здесь двух проповедников. В одном говорит Дух Святой. Один говорит, завтра будет прорыв. Завтра будет лучше, чем сегодня. Несмотря на то, что есть, завтра будет лучше. Во втором, другой Дух. Хотя он тоже говорит о Боге. Но Дух Пессимизма, Дух Неверия. Он говорит, завтра, да даже если Бог захочет, ничего завтра не получится. И твоя жизнь зависит от того, какого проповедника ты слушаешь. Друзья, сегодня тоже голод. Где-то Африка. Горитет физический. Где-то духовный. Люди умирают от голода, не зная Божьих откровений. Сегодня тоже кризис. И вы знаете, два человека. В одном Дух Божий, в нем вера. В другом Дух Религиозный, Дух Неверия, негативизма. И давайте мы сегодня попытаемся понять, что означают эти два знакомых понятия. Негатив и позитив. Недовольство и удовлетворение. Неблагодарность и благодарность. Итак, первое негатив. У нас сегодня будет с вами не столько проповедь, сколько размышление. И мы сегодня с вами во время одной проповеди, находясь у экранов телевизора, побываем в гостях как минимум у четырех человек. Мы с вами сходим в гости к профессору математики, к доктору, к электрику, ну еще и к фотографу. Итак, фотограф. Что такое негатив? Фотограф, скажите нам, что такое негатив? Негатив? Вы когда-нибудь видали пленку негатив? Я думаю, многие видали. Что мне интересного? В этой пленке все наоборот. Там белое кажется черным. Черное кажется белым. Вот люди с негативным мышлением, у них в жизни все наоборот. Им хорошее кажется плохим. Плохое, как ни странно, им нравится. Вы знаете, дорогие друзья, простой пример. Были два друга. Один был человек позитивный. Человек верующий. Человек, видящий чудеса Божьи каждый день. Второй был человек религиозный. Человек, который считал, что с появлением Библии чудеса Божьи прекратились. Он их не видел и видеть не хотел. И вот первый, как ты говорил, ну слушай, ну как это так с Богом? Ну Боже, есть чудо. Ну каждая молитва же это есть чудо. Ну как ты этого не видишь? И он молился. Боже, ну вот как вот, как вот показать ему чудо? И однажды они пошли гулять с собакой. И знаешь, ты когда гуляешь с собакой, ты ее обучаешь там сидеть, лежать, голос, кидаешь палку, говоришь, апорт она ее приносит. И вот друг гуляет с своей собакой. И когда он кидает палку, говорит, апорт, палка случайно попала в реку и медленно по воде плывет. И тут он увидел уникальное явление. Его пес пошел по воде, взял палку и пешком по воде принес обратно. Разве это не чудо? Кто-нибудь из вас видал пса, ходящего по воде? И он бегом бежит к своему другу. Он говорит, идем, идем, ты сейчас кое-что увидишь. Смотри внимательно, сейчас будет чудо Божие. Смотришь? Он говорит, ну смотрю. Он кидает палку в реку, Джек, апорт. Джек пошел по воде, взял палку, вернулся, положил у ног. Он смотрит на него, ну как? Тот говорит, ну как обычно. Он говорит, ты чудо видел? Тот говорит, да нет. Послушай, ты хоть что-нибудь необычное в поведении моей собаки заметил? Говорит, а, да, плавать не умеет. Друзья мои, негативные люди, их ничем не пробьешь. Это люди, у которых все наоборот, у них вокруг все плохо. Дед спит на диване. А внучку нужно посмотреть мультик. Ну деда же будить нельзя. Что делает внук? Он находит французский сын, знаете, есть такой, с таким неприятнейшим запахом. Берет и мажет деду усы. Дед во сне спит, нюхает, проснулся, воняет. Что такое? Пошел в спальню, лег, воняет. Зашел в кухню, воняет. Вышел на улицу, весь мир завонял. Друзья, на самом деле, все вокруг было нормально. Воняло у деда под носом. Вот у негативных, у недовольных людей, им кажется вокруг все, да нет, вокруг все нормально. Проблема внутри, проблема под носом. Дорогие мои, итак, это негатив. Это одно кажется другим, а белое кажется черным. И вы знаете, как важно правильно видеть. В книге пророка Еремии, он спрашивает у Еремии, Еремия, что ты видишь? Почему это важно? Ты получишь от Бога то, что ты видишь. Поверь, твоя и будет тебе. Если ты видишь вокруг черное, негативное, ты и будешь его получать. Это образ твоего мышления, это значит образ твоей жизни. Хорошо, вы знаете, разный взгляд. Один человек довольный, смотрит полстакана воды и говорит, ой, целых полстакана воды, спасибо. Другой смотрит, всего полстакана. Одна и та же ситуация. Один доволен, второй нет. Математик, доктор. Что такое негатив? Кстати, в толковом словаре Даля Ожегова написано, что негатив – это отказ от согласия. Негатив – это выразить отказ. Негатив – это то, что не дает результата, не приносит плода. Математик бы сказал, негатив – это минус. А минус – это значит отнять. Кому из вас нравится, когда вас отнимают? Отнимают работу, отнимают зарплату, отнимают еще что-то. Я думаю, это не нравится никому. Итак, отрицание – это минус. А минус по шкале – это то, что ниже нуля. Послушай, недовольство – это не просто ноль, это ниже нуля. Это минус. И однажды Иисус сказал такую фразу, что кое-у-кого отнимется и то, что было, если он не научится благодарить. Отнимется и то, что было. Негативный дух. Друзья, следи за своим духом. Он тебя или поднимет вверх, или опустит вниз. Знаешь, везде есть такая группа людей, вечно недовольных. Это люди, которые радость жизни и у других отнимают. Потому что у них только минус. Что самое интересное? Они сами бездельники. Они сами ничего не делают. Но у них служение, они главные критики. Они осуждают тех, кто что-то делает для Господа. И я однажды понял, ты не имеешь права критиковать до тех пор, пока не покажешь альтернативу. До тех пор, пока не сделаешь лучше, ты не имеешь права критиковать того, кто что-то делает в меру своих сил. И вообще, негатив – это состояние сердца. Иисус говорил, оттуда из сердца выходит то, что… Негатив – это состояние сердца. Неблагодарность, недовольство. Идем дальше. Доктор. Доктор, что такое недовольство? Что такое негативный дух? Что такое неблагодарность? О, это тяжелая болезнь. Ведущая к смерти, если ее вовремя не лечить. Притча 17.22. Унылый дух сушит кости. Унылый дух сушит сердце, сушит мозги и в конце концов превратит тебя в гербарий. Унылый дух. Негативный дух – это больное сердце. И даже врачи говорят, что довольные люди редко болеют. Что все сердечники, все язвенники – это недовольные люди. И вы знаете, могу сказать, что негативных людей за километр видно. Даже на лице написано. Недовольных людей видно по их лицам. Жалкие, больные люди. Идем дальше. Электрик. Электрик. Что такое негативный дух? Негативный дух – это когда нету потенциала. Это когда нету энергии. Это когда у человека это нету, и он пытается это высосать с других. Если негативный человек положит руку на капот автомобиля, у того аккумулятор сядет, они все высасывают. Такие энерговампиры. Расскажу историю. Я люблю в церквях приходить на служение у себя в церкви пораньше, и я стою у дверей и встречаю людей. Здравствуйте, брат Дмитрий. Сегодня будет чудесное служение. Господь с нами. Проходите, пожалуйста. Будьте благословенны. Молитесь, ожидайте. Марья Николаевна, приветствую вас. Как настроение? Какое настроение, сынок? Какое настроение с такими детьми? А внуки? Ой, Марья Ивановна, ну ладно, ну проходите. Ну будем молиться. Ну Бог живой, проходите. Петр Кузьмич, рад вас видеть. Как здоровье? Какое здоровье? Спина, подагра, радикулировка. Почки, печень, какое здоровье. Ой, Петр Кузьмич, ну проходи, ну будем молиться. Ну Бог живой, все. Дядь Вань, дядь Вань, какая жизнь, это существование. Ты знаешь, с тремя поговорил, и ты сам вот такой стал. Ты думаешь, может правда была или нет? Был как шарик, спустил. Это энерговампиры. Знаете, мне нравятся девизы. Вот какой девиз у авиаторов? Все выше и выше и выше. Девиз у танкистов, броня крепка и танки наши быстрые. А есть противовоздушная оборота, оборона. И у них девиз такой, сами не летаем и другим не даем. Вы знаете, это образ жизни недовольных, негативных, неблагодарных людей. Сам не делаю, но другим не дам. Они все пытаются выкачать из себя. Друзья мои, очень внимательно. Недовольство, неблагодарность, негативность – это внешнее выражение внутреннего поражения. Если у человека внутри поражение, это выражается через его жизнь, полную пессимизма, недовольства, негатива, неблагодарности. Человек внутри проиграл. Нет победы, нет радости, нет мира. Хотя снаружи такая религиозная оболочка. Друзья мои, наблюдай за собою, каков ты, какого проповедника ты слушаешь. Елисея, в котором дух веры, который говорит, завтра будет лучше, потому что мы идем к Богу, с Богом плохо не бывает. Или другого религиозника, который говорит, лучше уже не будет, даже если захочет Бог. Одни говорят, завтра будет прорыв. Другие говорят, прорывы были, уже ничего не будет. Давайте мы теперь поговорим о другом духе, о духе позитивном. Друзья, позитивный дух – это внешнее выражение внутренней победы. Это жизнь, наполненная плодом Духа Святого. Мира, радости, любви. Этих людей за километр видно, по глазам, по лицам. Победителей всегда видно. Запомни одно, победитель – это не тот, кто никогда не проигрывает, но это тот, кто никогда не сдается. Это тот, кто никогда не сдается. Если ты во Христе, если в тебе его дух, ты обязан быть победителем. 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих. 5 глава, 4, 5 стих. «Сияя есть победа, победившая мир, вера наша». И 1 Коринфянам 15, 57. «Благодарение Богу, подарившего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». «Как ты читаешь то, что в Библии написано?» Что написано, мы все знаем. «Читаем это по-разному». Итак, друзья, мы идем к фотографу. Фотограф, что такое позитив? Позитив – это хорошая, красивая фотография. Позитив – это то, что есть на самом деле и даже лучше. Потому что сегодня техника позволяет делать разную ретушь. Сегодня техника позволяет убрать минусы и сделать более красивым. Оказывается, довольство, позитив – это видеть лучше, чем есть на самом деле. Что ты видишь, Еремия? Важный вопрос. Видишь с позиции минус или с позиции плюс? Никогда не забуду детскую историю. Вы знаете, отец с сыном пошли на рыбалку. Отец – такое вот плохое зрение, большие очки. Они ловят рыбу. Вечером приходит сын, молчит, недовольный. Отец говорит, сын, а что такой недовольный? Ты же просился на рыбалку. Он говорит, папа, вот там другие пацаны с отцами, они охотятся, стреляют. И они смеются, что ты у меня вот очкарик и не умеешь стрелять. Но какой отец признается, что он стрелять не умеет? И он говорит, сын, проблемы нету, просто ружья нету. А так бы я им показал. Сын говорит, хорошо. Убегает, плюсит ружье. Папа, пойдем утром на охоту. И вот они утром пришли на охоту. Отец сел в кустах с ружьем. Сын свистит в манок, привлекает уток. И вот летит стая уток. Отец вздохнул, выдохнул, вылетает из кустов и начал по льбу. Бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно. Когда дым рассеялся, утки летят дальше, ни одна не упала. Папа, сын посмотрел на уток, посмотрел на отца и говорит, отец посмотрел на уток, посмотрел на сына и говорит, сын, что ты видишь? Он говорит, что папа? Он говорит, летящие мертвые утки умирать полетели. Друзья, позитив. Это видеть лучше, чем есть на самом деле. Это быть довольным тем, что имеешь, а не быть недовольным от того, что у тебя чего-то не хватает. Довольные люди не у того, кто много есть, не те, у кого много есть, это те, кому мало надо. Хорошо, идем дальше. Электрик. Что такое позитив? Позитив – это много энергии. Позитив – это создать поток энергии, это передать ее другим людям. И там, где позитивный человек, все начинает бурлить, все начинает меняться. Это люди пытаются заразить своей верой. Эти люди несут свою веру. Где негатив? Там пытаются все погасить. Я никогда не забуду, приехал молодой браток, он там каком-то отучился в институте, приехал к себе в село, такой горячий, все, встретили его старшие. Ну, угомонись, остынь, скоро будешь, как все мы. Я подумал, а не дай Бог, чтобы он стал, как все вы. Не воду подливать надо на огонь, Божий. Бензин подливайте, пусть еще сильнее горит. Но негативные могут только тушить. Вы помните историю, когда Бог послал в разведку 12 пастырей, даже епископов, это были каждый лидер из колена Израилева. Они ходили в разведку. Они все до этого знали, что Бог им эту землю дал. Слово Божие говорит, это земля ваша. И вот они, зная Слово Божие, проповедуя об этом, пришли землю осмотреть. И когда вернулись, двое были позитивны. Халефисус ловил. Это наша земля. Она великолепная. Пойдем, завладеем ею. Десять были основной массой. Недовольных, неблагодарных, негативных. Куда идти? А кто будет там сражаться? А там сыны инаковые. А мы не готовы. А у нас ничего нету. 152. Но и если. Лишь бы не двигаться. Более того, они объявили этих двух героев возмутителями. Собрали все общество. И хотели не просто их отлучить, а камнями забить до смерти. Я благодарен Богу. Что он сказал? Вот в этих людях, в них иной дух. В них дух победы, дух позитивный, дух довольства, дух благодарный, дух веры. У вас дух неверия. Хотя все были. В одной церкви все были верующие. Все верили в одного Бога. И те десять. И все, кто их послушал. Они не вошли в Иордан. Они погибли в этой пустыне. А те двое. С новым поколением. Которое не было заражено этой заразой пораженчества. Вошли в Ханаан. Дух веры всегда движет вперед. Он всегда откликается на истину Божию действием. Невзирая на обстоятельства. Если Бог сказал, будет так, как Он сказал. Аминь. Хорошо, друзья. Еще у нас есть математика. А, доктор. Доктор. Что такое довольные люди? Позитивные люди? О, друзья. Позитивные. Это веселое сердце. И те же притчи 17.22. Говорит, что веселое сердце, врачество. Люди довольные. Люди веселые. Они мало болеют. Это здоровые люди. Это приятные люди. Эти люди располагают к себе всех. К этим людям тянутся другие. Потому что радость – это плод Святого Духа. Дорогие мои друзья. Вы знаете, в Псалом 91 написано, что праведник, он как пальма. Я раньше не понимал, почему такое сравнение с пальмой. Во-первых, у пальмы глубокие корни. И говорят, насколько она в высоту, настолько она в глубину. И когда сильнейший ураган, даже мощные дубы ломаются, пальма ложится на землю, проходит ураган, она снова встает. У пальмы глубокие корни. Глубокие корни веры в Бога. Момент другой. Пальма, она издает такие приятные запахи. Знаете, от людей веры исходит благоухание Христова. От людей неверия – тлетворный запах смерти. От одних выходит слава жизни, из других – ничего хорошего. И еще доктора говорят, что под пальмой можно делать операцию. И не нужно никаких ламп. Что пальма, она выделяет средства, которые убивают все микробы. И люди веры такие. Куда попадают они? Там все вирусы этой заразы неверия вымирают. Итак, друзья, математик. Математик, а что такое позитив? Позитив – это плюс. А плюс – это прибавить. Матвея 25-29. У кого было, тому еще дастся и приумножится. Если вот так плюс, а если вот так знак умножения. Если 5 плюс 5 – 10, то 5-5 – 25. Как хорошо быть человеком довольным, благодарным, позитивным, всегда будет прибавляться и приумножаться. Это Божий принцип в нашей жизни, дорогие друзья. Вы знаете, с таким человеком пообщаешься, и жить охота. И настроение поднимается. И ты понимаешь, что Бог... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.